Сегодня в Москве хозяйничает Моника. До столичного региона добрался циклон из Европы. Вместе с ним на город обрушился обильный снегопад. Непогода немедленно блокировала движение на основных магистралях. Автомобилисты на несколько часов увязли в многокилометровых пробках. И к вечеру ситуация вряд ли улучшится. Синоптики обещают снег с дождем и туман. Тему продолжит Ирина Горбунова. Словно снежная королева, она пришла в столицу, осыпая свой путь большими белыми хлопьями. Первые присутствие циклона с красивым именем Моника почувствовали около 7 утра жители Запада и Юго-Запада Москвы. Снег не пошел, он повалил с неба, поднимая новогоднее настроение детям и пешеходам, и только водителям. Обреченно прогревали свои автомобили, зная наверняка, путь на работу будет долгим и мучительным. Они не ошиблись. Машины заносят, большие пробки, мхат стает полностью и очень много аварий. Вечером я пойду пешком куда-нибудь. Быстрее будет. Коммунальные службы о визите Моники знали. Синоптики еще вчера предупреждали, снега будет много. Снегоуборочная техника стояла на старте, надеясь, что утренние пробки рассосутся и в полдень разгребать снег со столичных дорог можно будет относительно беспрепятственно. Но автомобилей в городе не становилось меньше ни к полудню, не стало их меньше и сейчас. И все же снегоуборочную технику пустили в ход. Таким образом, количество машин увеличилось как минимум на 9 тысяч единиц. Сегодня наши службы, конечно, готовятся и в ночь к такой активной работе, потому что такой вот массовый вывоз снега до зачистки территории. То есть мы стараемся выполнять, естественно, в ночное время, когда интенсивность транспортного потока существенно снижается. И все наши работы считаются выполненными. Это когда вся дорожная поверхность расчищается до состояния черного асфальта. Пока что дорожная поверхность не расчистилась. Машины месят колесами грязную жижу. Ну а Моника покидать столицу, по заверениям синоптиков, еще не собирается. Снег вновь может обрушиться на Москву в любую минуту. Осадки не исключены в предстоящую ночь и утром в пятницу. Ну а сегодня водителям предстоит еще одно испытание. Вернуться домой, преодолевая длинные пробки. Ирина Горбунова, Олег Сокольщук, Вести Москва. Субтитры создавал DimaTorzok